тут друзья знаете в чем дело тут есть несколько заброшенных садов это вопрос и этически и вопрос гуманитарный знаете как случается видите вот это вот здесь начали строиться и не закончили теперь видите вот это вот больше здесь никаких грядок никогда не будет вот прямо через дом не настроены растут эти тополя им 20 лет этим тополям но два уже упала и скоро эти упадут почему трудно сказать почему наверное из-за того вот это вот мощного роста когда там огромная парусность получается и ветер их может сломать до 2 уже сломала причем оба упали на мой участок так и поломали ограду несколько деревьев вот но на кого обижаться а заброшен участок а никому не нужен зато мы собрали вы видите два ведра сливы это самое малое прежние года собирали 5 10 15 ведер но все дольше дичает слива обрастает мощными деревьями и результате оказывается в тени скажу года все меньше дает плодов и обгоняет все таки слива это не самое мощное дерево мне еще один участок не поверите там растут шикарная малина там еще один знаю но про волчок делать там растут фундуки поверите фундуки ну что еще можно увидеть да я здесь хотел увидеть где-то здесь была довольно приличная ранетка и а пока вижу вот эти красивые ягодки вот ранетка где-то ранетка и я надо отсюда покажу вам знаете что я вам покажу отсюда не видно вот отсюда гипотогенную зону пока соседи еще шевелились не забросили не уехали они здесь садили картошку а потом картошка вырастала если посадили одну мелкую ровно одна мелкая и вырастала вот это есть самая жуткая вещь какого это представить гипотогенная зона даже вот этих еще не было берез сплошное было поле 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 картофельное и вот этих не было берез это самое градо было картофельное поле вот что получилось потом абсолютно не родящая земля абсолютно всегда такая же я потом прошел с рамками и пришел в ужас одна из самых худших которые я в своей жизни намерял один из худших участков это все серьезно это очень серьезно и к сожалению эта проблема никого не волнует а здесь жили бы люди но я не мерил прямо там где дом может и там гипотогенную зону а может быть удачно дом поставили а зона началась вот отсюда обратите внимание прошли 20 лет ничего не растет вот самосилом не растут даже березы не растут тополя вот там не выросли вам показывал отсюда не видно огромные тополя вот огромные тополя но дело в том что это мертвичина это безжизненная зона вот я лишь раз трачу на это время призываю ученые проснитесь кто бы у вас бы это заставил это сделать вот займитесь по-настоящему исследуем геопатогенных зон по-настоящему вы спасете здоровье миллионов вы спасете сотни тысяч жизней которые умрут от рака от самых страшных болезней какие можно представить почему вы этого не знаете нет не так и патогенные зоны известны даже то что дороги смерти где повышенная аварийность известны знаете что неизвестно вот не хотите просто не хотите этого знать сейчас я наверно закончу или а может быть я сейчас вылезу отсюда через пролом и еще сюда ближе к Енисею Енисей который вода которого падает с высоты 200 метров и обладает уникальной энергетикой она меня спасла жизнь плюс моя мое упорство мое желание жить мне сейчас градусов 68 на улице плюс 30 вот и к сожалению использует целительное свойство воды заряженной знаете вот тенкова я буду идти тихонечко разговаривать тенкова Юрия Алексеевича это моего друга вот человек который при жизни я его называл выдавившимся а когда он умер здесь он не умер бы я успел спасти но я не знал что он смертельно болен вернее уже знал но уже поздно полная госпитализация и смерть но при других обстоятельствах я бы в эту воду посунул за 10 сеансов лучше зимой можно и летом я бы вылечил вот именно он сказал Константинович у меня вот такая догадка что феномен ваш где вас все растет вот благоухает связан с энергетикой с водой с энергетикой которая от воды распространяется по всей атмосфере вот и все так было последние годы случилась страшная беда вымирание практически полная яблонь вот я оказался в особом положении мой сад где только яблонь была 1650 и вступили в пору плодоношения в засуху когда проспали мои помощники арендаторы был сожжен ребятами на циклах вот спасибо соседский сторож что сказал только кроме этого что они в шлемах он ничего не сказал и не знает так вот наверное он тоже был бы мертв тот сад мой спасло его от болезни то что он раньше был сожжен а здесь здесь у меня процветает абрикосы сливы вишни ой какие урожай вишни это я уже ну всем приедете ну соберите хоть ведро хоть десять птицы жрут жрут только уже не могут это наестся никак и уже не могут есть вот но с яблонями здесь у меня их почти нет может быть это спасает меня десяток яблонь живы я всех предупреждаю всех и вот помощью таких фильмов вот и по телевидению прекратите резать прекратите искусственные кроны это придумано идиотами нет они не идиоты раз они вынимают деньги с ваших карманов прекратите на рынках просветает следующее саженец стоит трехметровый вы за него заплатили и с умным видом продавец которых и не выращивал даже но он знает то есть он берет в левую руку саженец правой рукой отрезает пять десять веток нижних нижних заметьте оставляя страшная рана вот а полагается при пересадке отрезать по железу верхнюю часть вот столько я вам наговорил вот уникальное место я бы даже сказал удивительное место ну давайте еще немножко пройдемся что-то разговорился вот это наш анисей давайте на него посмотрим полюбуемся вот может что-то захочет да вы заметили по моему фильму каждый год машина с гостями каждый день машина с гостями мне нравится что при этом присутствуют дети как правило 12 как когда я расскажу по саду угощаю они смотрят с открытыми ртами я всем дарю брошюры садоводства 21 веке вот иногда удается родителям я добавлял это ради детей пожалуйста это ради детей ради детей вот возьмите купить эту книгу посмотрим что это такое ну вот масленок ну тут и практически не наешься надо ехать в настоящую тайгу вот это самое место лучшие годы в этой ямке у меня плавала рыба я ловил сюда складывал чтоб она не умерла прежде времени вот это все мое чуть ли не детство я приехал сюда часто купил 35 лет в восемьдесят пятом году приехал восемь четвертом вот это самая высокая точка вот отсюда я прыгал в воду каждый день и постепенно я избавился от дикой астмы настоящее застарелого своего братхи за это просто мне пришлось этой самой из корпусов электролиза которые я пускал переходить на работу такую уже в общем безопасность где казалось бы поменьше будешь дышать а на самом деле еще больше работа в тех же корпусах но кто бы время я был здоров и меня с учетом расчисляли с учета вот так ну что полюбовались там ниже себя на горшкой сколько раз я тут отталкивался на лодке с восторгом каким-то я уплывал вниз так друзья на этом наверное я серию закончу не знаю интересно это или не интересно посмотрим по количеству просмотра